В этом видео я расскажу о жутких развлечениях элит и отсылках к реальной жизни в фильме «Голодные игры». Мировая премьера фильма «Голодные игры» по одноименному роману Сьюзен Коллинз состоялась 12 марта 2012 года. Режиссером кинокартины стал Гэри Росса. Фильм позиционируется как фантастическая история, действие которой происходит в вымышленной вселенной. На деле же «Голодные игры» имеют прямые параллели с реальной жизнью. В фильме открыто показываются жуткие развлечения элит и их отношение к простым людям. Кроме того, «Голодные игры» очень четко отражают устройство системы. Автор романа, по которому был снят фильм, Сьюзен Коллинз, призналась, что идея книги родилась у нее во время просмотра телевизора. Женщина сидела с пультом в руках и переключала каналы. На одном канале шел репортаж о вторжении в Ирак, а по-другому показывали реалити-шоу. Эти картинки слились воедино в ее голове, сформировав идею будущей книги. Уже из этих слов становится понятна основная мысль «Голодных игр». Суть ее сводится к тому, что любые противостояния между людьми являются не более чем шоу или игрой мировых элит. Действие фильма «Голодные игры» происходит в вымышленном деспотичном государстве под названием «Панем». Слово является производным от латинского выражения «Painum et siorsensis», что в переводе означает «хлеба и зрелищ». Это название полностью отражает все происходящее в стране. «Панем» состоял из Капитолия, в котором проживали представители элит и 12 дистриктов. В последующих частях «Голодных игр» выяснится, что существовал еще один дистрикт под номером 13, который был засекречен. На центральной площади Капитолия был установлен огромный черный куб, дающий отсылку к культу Сатурна. Каждый из дистриктов отвечал за изготовление, приобретение или переработку товаров конкретной отрасли, как это диктуется Капитолием. Все дистрикты находились под безжалостным контролем Капитолия и не имели никакого влияния за пределами собственной территории. Между собой они практически не взаимодействовали. Уровень жизни людей разных дистриктов существенно отличался и зависел от товаров, производимой ими. Таким образом очевидно, что Панем олицетворял весь наш мир, а дистрикты – отдельные государства. Жители дистриктов называли трибутами, что в переводе с латинского означает «дань». Тем самым подчеркивалось рабское положение этих людей. Жизнь в дистриктах контролировали специально обученные военные, которых называли миротворцами. Это дает отсылку к специальному подразделению ООН, цель которого состоит в предотвращении или ликвидации угрозы миру и безопасности. По факту же, как и в фильме, эта организация приносит больше вреда, чем пользы и уж точно не заботится о жизнях простых людей. В самом начале фильма рассказывается о том, что в Панеме уже много лет проводятся голодные игры. Процесс отбора участников игр называют жатвой. Понятие жатвы неоднократно упоминается в Библии. В Откровении Иоанна Богослова говорится следующее. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Жатва – это сбор урожая. В фильме «Голодные игры» напрямую говорится о том, что урожай – это дети, которых ежегодно приносят в жертву. Целью голодных игр является сдерживание и подчинение народа. При этом столь изощренная форма используется не случайно. «Зачем нам победитель? Не легче ли устраивать прилюдные казни, если нам всего-то и нужно, что держать дистрикты в повиновении? Это быстрее надежда. Это единственное, что сильнее страха». Очевидно, что «Голодные игры» дают отсылку к воинам, которые периодически случаются на земле. При этом люди, точно так же, как и подростки из дистриктов, сражаются между собой, не видя общего врага. Им не приходит в голову объединиться и прекратить начатую не имя игру. В фильме говорится о том, что в последние годы «Голодные игры» превратились в шоу, за которым следит весь мир. «Более ста тысяч человек собралось здесь, чтобы хоть краем глазом сглянуть на трибутов. И спонсоры видят трибутов в первый раз. Важность этого события невозможно переоценить». Жители Капитолия, то есть элиты, смотрят его ради развлечения, а люди из дистриктов болеют за своих трибутов. То же самое происходит в нашем мире, когда одно государство нападает на другое. Люди полностью вовлечены в игру, защищая интересы своей страны и пытаясь победить. Они не осознают, что их истинный общий враг сидит где-то за кулисами и с интересом наблюдают за всем происходящим. В самом начале фильма друг Китнис Гейл говорит очень символичную фразу. Это очень важные слова, которые стоило бы осознать всем людям на Земле. Игры элит продолжаются ровно до тех пор, пока мы поддерживаем их своим вниманием. Ведь за голодными играми наблюдали не только жители Капитолия, но и трибуты. Точно так же в нашем мире люди постоянно смотрят новости и продукты шоу-бизнеса, тем самым создавая спрос на все это. Голодные игры проходили на специальной арене, которая находилась под огромным куполом. Данные образы дают отсылку к одной из теорий о форме Земли. Внутри купола все было уставлено камерами, чтобы зрители могли наблюдать за шоу в прямом эфире. Помимо того, что участники игр сражались между собой, организаторы готовили для них и другие испытания. В частности, Китнис отпугнули от границы с дистриктом с помощью пожара, а в финале игр на арену выпустили жутких собак. Все это создавали, как компьютерную модель, которая с легкостью воплощалась в реальность. В фильме не говорится, с помощью каких технологий все это делалось, однако очевидно, что такое возможно лишь в виртуальной реальности. Таким образом, в фильме косвенно затрагивается тема нереальности нашего мира. Зрителям голодных игр преподносятся, что все участники шоу находятся в равных условиях. На деле же это совсем не так. Несколько богатых дистриктов всегда имеют большие шансы на победу. Юноши и девушки, живущие в них, вступают в специальную академию, где им дают необходимые навыки для голодных игр. В итоге выпускники академии вызываются добровольцами на жатве и, как правило, побеждают. Все это вновь дает отсылку к нашему миру, так как во время войн страны изначально находятся в неравных условиях. В голодных играх присутствовали незримые спонсоры из числа богатейших людей Капитолия. Они помогали участникам, которые им понравились, тем самым увеличивая их шансы на победу. Естественно, что нечто подобное имеет место и в нашем мире. Хозяева денег могут легко спонсировать те или иные государства, исходя из своих личных предпочтений. Еще один подвох, который ожидал участников голодных игр, состоял в том, что их организаторы в любой момент могли изменить правила. Именно это произошло, когда трибутам вдруг объявили, что победителей в данной игре может быть двое. Когда же остались только Китнис и Пит, правила снова поменяли, сказав, что победит все-таки один. Естественно, что это было подстроено специально, дабы накалить страсти и повысить рейтинги шоу. По замыслу организаторов, зрители должны были наблюдать за тем, как любящие друг друга подростки пытаются убить друг друга. Эти моменты вновь дают отсылку к реальной жизни. Глобалисты всегда хотят, чтобы народ играл по их правилам. При этом неважно, какими именно будут эти правила, люди обязаны под них подстраиваться. Очень хорошо это стало заметно после начала пандемии. В финале первой части фильма главные герои нарушают правила, решив оставить игру без победителя. Они отказываются от борьбы друг с другом и собираются вместе съесть ядовитые ягоды. Однако ведущие тут же останавливают шоу, соглашаясь оставить двух победителей. Данный момент представляет собой главную подсказку для человечества. Только объединившись люди смогут установить свои правила и избавиться от влияния кукловодов. В то же время нам показывают, что главной движущей силой является любовь. Именно она способна изменить человека и заставить его слушать свое сердце. В фильме говорится о том, что управление людьми не ограничивается страхом. В определенных случаях подходят и другие методы. Там растет недовольство. Вы не хуже меня знаете, как управлять толпой. Если толпу нельзя запугать, толпе надо во что-то верить. В самом конце фильма говорится о том, что люди, правящие миром, не прощают друг другу ошибок. Мы видим, как организаторы игр, по вине которого пришлось поменять правила, заперли в пустой комнате, в которой из еды были лишь ядовитые ягоды. Таким образом, фильм «Голодные игры» является аллегорическим описанием системы устройства нашего мира. Он открыто показывает, что для власть имущих, жизни простых людей ничего не стоит, неважно, дети это или взрослые. Помимо всего прочего, фильм «Голодные игры» рассказывает о реальных развлечениях элит в наше время. Остров Эпштейна и другие похожие места, на которые съезжались богатейшие люди мира, были оборудованы для проведения подобных забав. Очень хорошо это показано в сериале 2021 года «Игра в кальмара», который имеет множество параллелей с «Голодными играми». В данном выпуске мы рассматриваем лишь первую часть фильма «Голодные игры». В последующих же частях присутствует множество других отсылок к реальной жизни. Это обработка сознания с помощью программы МК Ультра, влияние на людей через СМИ и многое другое. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!